В далеком 2014 году 17-летняя Саша создала этот YouTube-канал в глубине души, веря и надеясь, что однажды она снимет такое видео для своей миллионной аудитории. Привет, красотки! Я очень часто получаю вопросы о моем пути, о том, чтобы я могла посоветовать начинающим блогерам о принципах ведения блога и это как раз такое видео. И для начала несколько вводных данных обо мне. Возможно, вы новенький на моем канале и для стареньких освежить память тоже не помешает. Я создала этот канал 10 лет назад, абсолютно с нуля. За все ведение блога я ни разу не вложилась в рекламу, ни рубля не потратила на продвижение. Менялись темы моего канала, менялись тренды, монетизация YouTube включалась и отключалась. Одни блогеры выстреливали, другие блогеры уставали и выгорали. Иногда это были одни и те же блогеры. Мое первое сотрудничество было с магазином китайской одежды абсолютно бесплатно. Они просто прислали мне три кофточки и за это я должна была снять отдельное видео на своем канале. И я была безумно счастлива этому. Сейчас же, чтобы попасть ко мне на рекламу, во-первых, надо очень хорошо постараться. Я молчу о том, что иметь в бюджете несколько сотен тысяч рублей. Я искренне верю, что любой может стать любым. Главное желание и действие, конечно же. Недостаточно мечтать, составлять карты желаний, визуализировать. Это, конечно, все очень круто и важная составляющая процесса, но как никогда важно делать. Я верю в поступательную работу, в дисциплину, в путь шаг за шагом. Не верю в талант. Да, он как бы есть. Есть люди талантливые, есть люди наверняка неталантливые. Но мне близко убеждение, что можно обучиться буквально всему. Мой канал, несмотря на его зрелость, уже можно сказать, растет, продолжает расти по сей день. Буквально за последний год на нем прибавилось 300 практически тысяч новых пользователей. Рекламодатели ко мне возвращаются за повторными сотрудничествами. Ну а про свою аудиторию я вообще готова говорить вечно. Это самые лучшие люди, открытые этому миру, желающие развиваться, учиться. Безумно лояльные и активные. И эти самые люди, то есть вы, задали мне множество вопросов у меня в телеграме на эту тему, когда я публиковала пост. И сегодня они будут служить мне такой хорошей опорой, потому что я составила, конечно же, список, конечно же, все по пунктикам. Это было сложно. На самом деле можно это видео разделить, мне кажется, на 10 частей, но я постаралась выделить 10 принципов или 10 советов. От меня уже такого старичка ютуба. Да, все равно очень многое через меня прошло. Я не переставала снимать видео никогда. У меня не было периода там, когда я полгода ничего не выставляю. Нет, я никогда не запрасывала канал за все эти времена. Даже когда отключили монетизацию. Я осталась здесь, потому что я безумно люблю эту платформу. Я безумно люблю это дело. И я буду очень рада, если мой опыт будет полезен, если он поможет избежать каких-то ошибок или просто замотивирует. Сразу небольшое отступление. Очень много вопросов вы задавали относительно технической составляющей. Саша, какая у тебя камера, какой у тебя микрофон, какие у тебя штативы, партнерская программа ютуба, где ты качаешь музыку. И вот это все, оно не требует каких-то дополнительных слов с моей стороны. То есть об этом нет смысла говорить в видео много и долго. Поэтому я решила сделать такой полезный, именно инструментальный пост у себя в Телеграме. Обязательно переходите здесь. Оставлю вам ссылку. А вот именно то, что нужно прокомментировать, какие-то пункты, мое видение, философия. Это вот все сегодня в этом видео. И первый пункт, первый совет. Этот принцип я ему следую не просто в блоге, но и в жизни. И на него сразу же подтолкнул вопрос. Один из самых популярных вопросов у меня в Телеграме. Как ты вообще решилась начать выкладывать видео, а не просто пересматривать их по 100 тысяч раз, сомневаться в своей идее. И вот подобных вопросов было очень много. Как, как, вот это вот уже, как уже начать, как уже делать. И мой совет будет заключаться в простой фразе. Надо просто делать. Практика, практика, она покажет все. Можно миллион раз проходить курсы, как надо, учиться, читать. Это, конечно, тоже круто. Я не обнуляю и не обесцениваю важность знаний. Но только на практике лично вы сможете осознать, понять, прочувствовать, ваше ли это. Что лично здесь ваше, что не ваше. Что вам подходит, что вашей психике, возможно, вообще в жизни не подойдет. Хотя вы смотрели и думали, блин, как прикольно этим заниматься. Что бы вы хотели делегировать из этих обязанностей? Потому что вы просто на себе поймете, блин, очень энергозатратно вот этот процесс. Легко делегировать. И я лучше буду платить кому-то деньги, чтобы мне там писали субтитры или писали тексты. Или придумывали новые идеи. А я вот уже круто раскрываю тему, да. И вот в этом я спец. Короче, надо просто делать. Надо просто делать. Выберите для себя комфортный темп. Вот, например, если вы хотите стать блогером, вы вот прям чувствуете. Блин, вот всегда хотел, чувствовал, что я готов. Я готов, хочу, могу. Начинаю что-нибудь делать там дисциплинированно, держусь три дня и потом все. Не вижу результата и начинается вот это вот, а надо это мне или нет. Я бы честно сама с собой договорилась, что так, мы хотим попробовать, да. Мы хотим в это нырнуть нормально, но нам мешают какие-то потом установки. Какие-то всплывают, а вот кому это надо. И со временем я сдуваюсь. В таком случае я бы поставила себе дистанцию, например, я обещаю себе полгода, несмотря ни на что, каким бы результат ни был, залетит видео, не залетит, наберу я подписчиков, не наберу, будет ли у меня больше хейта, чем одобрения. Окей, я принимаю любой результат, но полгода я обещаю себе просто делать. Опять же, не убиваться. Никто не заставляет вас каждый день снимать видео. Выберите комфортный для себя темп, особенно если у вас есть постоянная работа и вы хотите просто попробовать как дополнительную работу, которую, возможно, потом вы бы заменили и сделали бы блок основной работой. Выберите комфортный темп, с которым вы будете двигаться, потихонечку изучать, пробовать снимать так, снимать по-другому, добавлять какие-то темы, смотреть отклик аудитории, есть ли он вообще, и делать свои выводы. Дело в том, что когда вы думаете, вы не совершаете никаких действий, вы лишь представляете. Возникают какие-то страхи, куча вариантов, а что если здесь, а что если здесь. Конечно, планировать здорово, но нужно это сбалансировать с действиями в своей жизни, чтобы видеть практический результат, а не просто жить в каких-то доводах, знаниях. В этом же пункте важно осознать, изначально очень полезно осознать, что не такой уж вы важный человек. О чем я говорю? Мы очень часто, когда что-то боимся начать делать, вот такие думаем, вот что вы там мне подумают, так написать или вот так написать, так одеться или не так одеться, мы очень сильно повышаем градус нашей важности, мы думаем, что все на нас смотрят, все оценивают, обязательно все все заметят. Но на самом деле, правда жизни такова, что всем все равно, и каждый так думает про себя, каждый сосредоточен на своей жизни. Это такая уловка всеобщая, сколько идей не реализовано, сколько видео не выставлено, сколько блогов не начато, только потому что человек очень много думает о себе, что вот сейчас о нем будут все говорить, и все вот это так важно, как он ошибся здесь. Да ничего не важно, мы песчинка вообще в этом мире, как можно упускать возможность проживать жизнь не так, как нам нравится, не пробовать то, чего нам хочется. Да, будут ошибки, это окей, все ошибаются, главное то, как вы будете с ними справляться, как вы будете в следующий раз делать работу над ошибками. Давайте прервемся на одну очень важную и актуальную для всех тему. Вот прям уверена, что каждый, кто смотрит это видео, сталкивался с подобным, потому что я вижу это сплошь и рядом. Говорю сейчас о звонках от мошенников и просто о нежелательных звонках, которые, я уверена, снижают качество нашей жизни, заставляют лишний раз нервничать, а иногда и вовсе терять средства. Лично я стараюсь избавляться в жизни от всего ненужного, лишнего и энергозатратного. Точно так же я решила вопрос и в этой теме. Хочу с вами поделиться этой классной находкой и рассказать о сервисе, который будет актуален абсолютно всем. Это моя безопасность от Beeline, в котором есть виртуальный помощник. Сервис предупреждает о спам-звонках и звонках мошенниках, а еще по вашему желанию может блокировать такие звонки. Если вам неудобно разговаривать, он может ответить за вас и прислать вам потом записи принятых звонков. Очень гибко настраивается прямо в приложении, а самое главное, подключить его можно абсолютно бесплатно. Я знаю, что многие каждый день сталкиваются с нежелательными звонками и часто становятся жертвами мошенников. Избавьте себя от лишнего стресса и потенциальных потерь. Переходите по QR-коду на экране, либо по ссылке в описании. Beeline – самый безопасный оператор. Второй безумно важный пункт – слушайте себя. Да, тренды есть. Они всегда есть. И они меняются, и что-то становится популярным, что-то становится менее популярным. Но если держаться только на трендах, если держаться на том, что интересно другим, что заходит, залетает у других, очень много распыления, очень много внимания везде, только не вот здесь. А людям-то смотреть вас, людям-то возвращаться в блок за вами, за вашей энергией, за тем, что вы такая индивидуальность. Да, со своими шероховатостями, но все мы не идеальны, и это нормально. Как раз-таки это нам и нравится в других людях. И это может триггерить других людей, да, это может вызывать какой-то негатив, но вы будете при этом настоящим. У меня часто спрашивают, Саша, как за 10 лет ты не выгорела в этой деятельности? И я понимаю, что отчасти секрет в том, что я делаю постоянно что-то разное. Я никогда не застреваю в одной теме очень надолго, чтобы самой себе не надоесть. То есть темы видео на моем канале мне все безумно нравятся. В какой-то момент времени мне более интересна вот эта тема, я начинаю в нее погружаться, и с радостью с вами поделюсь тем, что мне интересно, тем, что происходит у меня в жизни здесь. Потом, например, я понимаю, блин, хочется попробовать вообще другой формат. Например, недавно я выставила видео «Работай и учись со мной», за что меня с ног до головы, как бы слово такое подобрать более мягкое, не находится. Короче, хейта под этим видео дофига и больше. Я к этому уже окей, просто сам факт того, что мне захотелось попробовать новый формат. За что меня захейтили? За музыку неподходящую. При том, что музыкальный, как бы, вкус у всех настолько разный, что те, кто любит более движовую музыку, как и я, если бы я вставила инструментальную какую-нибудь музыку на фон или более тихую, более спокойную, мне бы сказали, Саша, как вообще под это можно работать? Я усну. Суть в том, что я хотела попробовать такой формат, и пока я его снимала, я чувствовала себя в творческом процессе, мне было безумно интересно, как я это сниму, какие ракурсы я поставлю. Для меня это было в новинку, я до этого никогда таким не занималась. И это мне безумно нравится. Мне нравится, что я постоянно что-то открываю в своем деле новое. Я скажу так, что в любой деятельности начинается выгорание, в любой деятельности вы почувствуете рутину, и это нормально. И это классный показатель того, что, скорее всего, вы очень близки к тому, чтобы называть себя профессионалом в этой деятельности. Но становится скучно, становится что-то типа, надо что-то новенькое, свеженькое. Но, скорее всего, надо просто на свою же деятельность посмотреть под другим углом. Возможно, что-то делегировать, если вы устали делать рутинную какую-то работу. И просто заинтересовать себя же в своем деле просто по-новому, поставить какой-то челлендж. При этом был вопрос, а нормально ли смотреть чужие идеи, подсматривать, так сказать, у других Я считаю, что это абсолютно нормально, мы не новаторы вообще практически уже ничего То есть даже если вам сейчас кажется, что вы придумали какую-то идею Вы точно не знаете, как ваш мозг в какой момент до этой идеи дошел Возможно, вы где-то прочитали, увидели, что-то в совокупности сложилось, как пазл в вашей голове Вы такие, о, Эврика, и даже это не означает, что прямо сейчас на другом конце вашего же города Другому человеку пришла бы эта же идея Я вообще спокойна к тому, что люди повторяют мои идеи, забирают мои идеи Выдают их даже за свои, типа, о, мне пришла такая идея, без проблем, окей, мне не жалко Я, в свою же очередь, уверенно, делаю то же самое, даже если не осознаю На мой взгляд, по моему опыту, насмотренность все-таки важна А что вообще аудитории заходит, какие есть форматы, кто как снимает Возможно, найти для себя новый формат, новый вид, новый ракурс Это все очень полезно Но при этом балансировать с тем, чтобы оставаться с собой Вот это безумно важно И никогда, пожалуйста, не сравнивайте себя с другими Всегда, вот просто априори можно взять за факт Всегда найдется кто-то умнее, красивее, оригинальнее, смешнее Понимаете, да? Просто от осознания расслабьтесь, выдохните и поймите, что вы просто уникальны сами по себе И это самое важное Сравнивайте себя только с самими собой в прошлом Я сейчас перед каждым пунктом могу говорить Это очень важный пункт, это очень важный пункт Потому что это очень важный пункт Отнеситесь к блогу как к работе Для меня вот этот принцип в моей жизни поменял буквально все Раньше я сливалась с блогом очень нездорово У меня не было выходных У меня не было осознания, когда я еду в отпуск А когда я еду в отпуск и там вообще-то снимаю И снимаю, и монтирую, и выхожу на связь и так далее И как бы это уже не отпуск Да, мне нравится моя деятельность, но это не означает, что я не должна от нее отдыхать И когда в моей жизни появились график и выходные Моя жизнь изменилась невероятно Потому что у меня перестало возникать чувство, что я постоянно должна что-то делать Как будто если я не делаю, я прокрастинирую или не такая продуктивная и так далее Плюс у меня появилось время, когда я просто вот что хочу, то и делаю И не обязана об этом рассказывать И не обязана ничем делиться Я просто отдыхаю Мои мозги как раз-таки в этот момент наполняются А к отдыху я отнеслась вообще по-новому в своей жизни Если раньше это было как будто удовольствие там слабых То есть сейчас я понимаю, что это такой же важный процесс, как работа Они дополняют друг друга Как можно, не восстановившись, потом эффективно работать? Невозможно Это, кстати, знаете, аудитория считывает тоже очень круто Потому что важно отдыхать от блогера Да, конечно, вам могут написать Мы по тебе скучаем, почему ты не выходишь в сторис У вас будет играть какое-то чувство вины Почему я там пропускаю Вот кто-то выставляет каждый день Людям очень важно соскучиться И это намного лучше сработает, когда вас будут ждать Нежели когда вас будет много Многие сейчас, особенно творческие люди, скорее всего скажут Ну как вот в такой деятельности вообще как можно работать по графику Вот у меня есть вдохновение, я там пишу, я делаю Вдохновения нет, как я могу себя заставлять Далеко, я вам скажу, на вдохновение и на мотивации не уедешь Я вообще не верю в то, что нужно вот прям сидеть такой И ты ждешь вдохновения Вот это невозможно, если ты зарабатываешь на этом, как минимум К тебе приходит рекламодатель, он пишет Александра, к пятнице нужно ТЗ Я такая отвечаю во вторник, на следующую неделю Знаете, у меня не было вдохновения, не могу написать Ему вообще без разницы, есть у меня вдохновение или нет Он платит деньги за то, чтобы у нас состоялась интеграция Так или иначе, ты берешь и работаешь Вдохновение приходит во время работы Ты начинаешь просто настраиваться Берешь себе какие-нибудь, возможно, переходики, да, важные Для того, чтобы настроиться на работу И вот оно приходит, рабочее настроение приходит Классно, когда есть разделение, работа-дом Особенно для людей, которые могут работать из дома Чтобы у вас был там, не знаю, или уголочек какой-то Или кабинет, или зона рабочая, стол хотя бы Чтобы вы не работали из кровати постоянно Чтобы не было этого смешения Когда ты не понимаешь, ты сейчас отдыхаешь Ты сейчас вроде в кровати, ты расслаблен Или ты работаешь все-таки, ты настроен заниматься Блоги в себе сочетают очень много разных профессий И если вам что-то из этих профессий не подходит Вы можете их делегировать Но это просто важно понимать Что когда ты блогер, ты и снимаешь видео Да, вот ты оператор Вот сейчас у меня стоит камера установлена Потому что я ее правильно выставила Правильно там все сделала, сфокусировала и так далее Я не люблю лишних людей в этой деятельности Поэтому я не нанимаю оператора Мне это окей и легко Но, например, то, что мне не нравится Там заниматься обработкой рекламных предложений Маркировать рекламу Погружаться в этот процесс досконально Я это делегировала Очень много таких профессий в блогерстве Да, это и сценарист, и оператор, и монтажер И копирайтер, чтобы написать текст И юрист, чтобы подписать какой-нибудь акт И так далее Этого очень много Думайте, какую аудиторию вы собираете вокруг себя Это безумно важно Может быть поначалу казаться, что чем больше людей, тем лучше И вообще ваша там цель миллион И очень неважно, что это за по качеству такой миллион Я вообще пересмотрела свой взгляд на качество аудитории Потому что мне не важны именно цифры Да, конечно, я радуюсь, когда набираются цифры Но я понимаю конкретно, какие люди набираются И благодаря каким действиям Есть такая фраза Черный пиар тоже пиар То есть, если ты делаешь какую-то дичь Не важно, главное, об этом напишут Это разлетится И без разницы какой-то инфоповод Я считаю, что здесь есть все-таки грань определенная Потому что эти же люди, которые, да, вас там обосрут Не в этом даже смысл, что вас обосрут Смысл не в том, что не хочется себе клеймить как-то имя и так далее А то, какие это будут люди То есть, если вы что-то сняли Заведомо понимая, что это вообще разлетится не на вашу целевую аудиторию Но при этом соберет миллионы-миллионы просмотров И эти люди потом, когда на вас подпишутся С вами останутся И вернется ваш обычный привычный контент Который вообще не для таких людей Они же и не поймут, что происходит И они же начнут отписываться И это будет хуже для алгоритмов любой социальной сети Что от вас начали отписываться люди после последующих публикаций Вторая составляющая этого пункта Еще и о том, что это же ваша онлайн-семья То есть, так или иначе, если вы создаете блог Если вы делитесь в нем своей жизнью Коллектив в офисе, куда вы приходите каждый день Вы будете читать комментарии этих людей Вы будете открывать там директ И видеть их мнения, мысли и так далее Мне кажется, намного приятнее Когда вы собираете вокруг себя людей, близких вам по духу Плюс такие люди будут максимально лояльны Что намного важнее для рекламодателя То есть, рекламодатель будет смотреть не на просто там охваты Или на количество подписчиков Нормальные, адекватные рекламодатели не это ценят Например, у меня реклама стоит намного дороже Чем реклама у любого блогера с такими же цифрами подписчиков, как у меня Более того, моя реклама намного более эффективна, чем реклама блогеров-миллионников Я про Инстаграм, например У меня там нет даже миллиона подписчиков Но при этом мои охваты, мои клики, мои переходы Намного более эффективны, чем у блогеров-миллионников Почему? Потому что такая аудитория собралась Потому что у меня очень сильный личный бренд У меня очень тесные взаимоотношения с подписчиками Об этом мы также, кстати, поговорим Про границы в блоге, что тоже очень важно Но, в общем, очень важно взращивать людей Взращивать свою аудиторию И относиться к ней с уважением Мягко переходим как раз-таки от предыдущего пункта Про пространство, про свое Про своих людей, про свою онлайн-семью Это все прекрасно, это очень классно звучит Но и у меня в блоге, конечно же, есть хейтеры Конечно же, есть люди, которые приходят чисто Оставить свое прекрасное, важное Но почему-то всегда негативное мнение На самом деле они сбрасывают таким образом свое напряжение И хоть как-то проявляются в таком воплощении, как могут Так как не могут по-другому в жизни, к сожалению И о чем этот пункт? О том, что абсолютно нормально охранять свое пространство Своё онлайн-пространство Блокировать людей, говорить о границах Так в моем блоге можно, так в моем блоге нельзя Очень долго я была какой-то хорошей Типа все принимающей, игнорирующей плохие комментарии Или пытаясь оправдать очень сильно много плохих комментариев Или вступая в дискуссию с комментаторами Бесполезно Иногда нет смысла ничего доказывать Когда это особенно такое огромное количество людей Например, в Телеграме у меня есть строгое правило Что нельзя заниматься саморекламой То есть без всяких там вот этих постов А переходите ко мне, проголосуйте за меня Я очень делаю важное дело Ты делаешь это важное дело прекрасно У меня не афиша объявлений в комментариях, поэтому нет И вроде это мой хороший, добрый подписчик Даже который смотрит меня много лет Правила моего блога, между прочим, закреплены у меня в Телеграме Поэтому нужно быть просто внимательным И оп, ему как становится обидно Когда я блокирую его за такой комментарий Я хочу сказать в этом пункте еще про то Что хейт это неотъемлемая составляющая успеха Невозможно иметь миллион подписчиков и не иметь хейтеров Да даже невозможно иметь тысячу подписчиков И не иметь ни одного негативного комментария Если вы видите первый негативный комментарий Ну возрадуйтесь ему Ну скажите, блин, все, вот она популярность пришла Потому что это четкий показатель того, что все расширяется Расширяется количество людей, которым показывается ваш контент А это количество людей, конечно же, самых разных мнений Самых разных принципов и так далее И что-то где-то вы там ему не угодили Что абсолютно окей И все, пришел этот комментатор Если бы вы писали только для своей мамы и тети Конечно, у вас были бы всегда хвалебные отзывы Но их было бы два И два лайка Надо выбирать, что вы хотите Два лайка или 200 лайков, например Но при этом где-то будут дизлайки еще И это тоже окей Я вас сразу же успокою Даже в видео со звуками природы на YouTube Куча дизлайков Вот если даже людям звуки природы так не нравятся Что они ставят дизлайк Есть такое мнение, что вот ты Когда становишься блогером Ты должен быть готовым К куче там мнений И неужели ты хочешь слышать только хорошее Кто-то реально не готов слышать негативное мнение У него не хватает этого ресурса внутреннего И это не значит, что ему не нужно быть в этот момент блогером Ему нужно закрывать канал Нужно время еще, чтобы становиться потихонечку толстокожим А кто-то и не готов к этому И сразу отключает комментарии Но при этом делиться своей жизнью он хочет И быть блогером он тоже хочет Я хочу сказать, что это окей Я хочу сказать, что все окей То есть вот нет какой-то одной догмы Нет правил Вот если ты это, то готов уж и вот это Да нет, ну кто сказал? Вот сейчас ты готов слышать только такие комментарии Возможно потом ты что-то у себя проработаешь Будешь относиться к ним по-другому А возможно никогда не проработаешь И тебе будет проще их вообще не читать Я знаю очень много блогеров Которые и проработаны психологически И все у них прекрасно И как бы самоценность есть Но они не читают комментарии Потому что они чувствуют все равно Связь между самим комментарием И своим состоянием после И это влияет на то, что он потом Не сможет делиться полезным контентом Для других людей Для других людей, которые даже Просто не пишут никогда комментарии Они смотрят, им нравится, но они не пишут комментарии И вы представляете, сколько людей Просто закрывают свои блоги Потому что думают, что они неинтересные Не полезные И у них только хейтеры Очень мягко переходим к пункту Понимайте и осознавайте Плюсы и минусы блогерства заранее Мы просто очень часто смотрим на блогеров И вообще на сферу блогерства Как на что-то супер идеализированное Вот им всегда присылают там косметику бесплатно В отелях они живут бесплатно Кофе пьют бесплатно Вообще жизнь у них прекрасна Просыпаются, когда хотят Делают, что хотят Это очень искаженная картинка И по факту в блогерстве очень много И проблем И негативных моментов Которые высвечиваются потом Проявляются потом Чаще всего это на самом деле Именно психологическая проблема Очень много всплывает в отношении с блогом Очень много всплывает внутренних каких-то проблем Какие-то созависимости Ты начинаешь понимать, что ты очень уязвим Ты под влиянием мнения от твоей аудитории Не обязательно это хейтеры Это может быть просто даже наоборот Очень одобряющие комментарии И тебе теперь всегда очень хочется быть хорошим Потому что из тебя уже делают какой-то там эталон Могут близкие тебя не принять И тебе нужно очень много перебороть себя Чтобы начать делать Чтобы проявляться Чтобы позволить себе это делать Проблемы с тем, чтобы себя замотивировать И выстроить график работы из дома Придерживаться его Это все составляющее блогерство И там нет только прекрасных радужных единорогов и пони Но что я хочу, например, как важный минус для меня Уже будучи миллионным каналом Точнее два с половиной практически вас Это прекрасно Я обожаю каждого своего подписчика И невероятно люблю и ценю за внимание и доверие Но издержки этого Это то, что я никогда не смогу Спокойно, свободно погулять в своем городе Летом по центру Не смогу Это будет одна большая сплошная фан-встреча И в этот момент я хочу сказать, что я очень благодарна Мне очень приятно, когда я вас встречаю Когда я вас обнимаю Я вообще готова поговорить лишний раз Задержаться, сфотографироваться Это все очень круто и ценно Но это факт, что я не смогу себя больше никогда Ну, по крайней мере, в Екатеринбурге И по крайней мере, пока веду канал И еще какое-то время точно после Потому что все равно узнаваемость так быстро не проходит Почувствовать себя такой же свободной, как обычный человек Было очень много раз, когда меня снимали Когда я ем, переодеваю ребенка Когда я кормлю грудью Обижались на то, что я не сфотографировалась Во время кормления ребенка грудью Постоянно удивляются Почему ты скрываешь вид из окна Потому что у меня была очень неприятная ситуация Которая подвергала буквально опасности Мою семью То есть у меня абсолютно, я точно уверена Очень адекватная аудитория У меня очень умная, осознанная Я это вижу Я это вижу по вашим сообщениям По тому, как вы общаетесь Но есть пласт аудитории Это нормально тоже, когда большая она Либо очень фанатичных Либо не понимающих, где границы должны быть у человека Которые по-разному поступали Я не хочу сейчас сдаваться в подробности Но для себя сделала строгий вывод Раз и навсегда Я не показываю вид из окна И не делаю этот вот Стори-теллинг Из подъезда и так далее И знаете, я недавно осознала Что за чувство такое У меня за границей просыпается Нового вкуса свободы Я не понимала, что это такое Но потом до меня дошло Это чувство, что меня здесь никто не узнает Вот вы прикиньте Я же сама этого хотела Я же сама за этим шла И я безумно Я хочу дальше То есть, знаете, я не хочу ограничиваться Двумя с половиной миллионами Я с радостью приму в свою онлайн-семью И пять миллионов, и десять Но просто надо понимать и плюсы, и минусы И я, наверное, вот именно для этого Этот пункт и говорю Просто кому-то это заранее Надо даже просто осознать Просто впустить эту мысль в свою жизнь И подумать Я готов вообще к такому Я выделила отдельный пункт О том, что любому блогеру Необходим свой психолог Я в этом убеждена на тысячу процентов Я не знаю пока ни одного человека Который изначально проработан на тысячу процентов Введение блога Это тысячи контактов с разными людьми И ты так или иначе Будешь с чем-то сталкиваться Что триггерит внутри тебя И чтобы просто оставаться на плаву Чтобы не выгорать Окей, даже если выгорать То возвращаться потом обратно И восстанавливаться Необходимо иметь психологов Я в этом уверена Если спросить меня, что важно Было в моей истории В проработке с психологом Это отделение меня от блога У меня было в какой-то момент Как будто, знаете, неразделенное чувство Я есть блог У меня и мысли все были о нем И я олицетворяла себя как блогер И как будто точка Здесь таким знаковым событием Для меня стало осознание Что, возможно, у нас в России Вообще уберут YouTube После событий февраля 2022 года У меня закрались сомнения, мысли о том Что я вообще смогу продолжать свою деятельность То есть все там онлайн Встало под вопрос Именно тогда, кстати Я копнула в тему йога направление Именно тогда я подумала Что мне бы хотелось что-то иметь оффлайн Меня до этого очень много лет Уже интересовала йога И я подумала, наверное, сейчас самое время обучиться И если что, у меня будет как будто запасной парашют Я смогу проводить даже оффлайн практики Даже среди моих же читателей Собирать их где-то Ну там, например, закрыли бы все соцсети Я бы где-нибудь ВКонтакте написала Девочки, собираемся на йога практику в парке И очень классно, как прошел прогресс То есть вот практически прошло два года И вот в декабре Меня взломали в Instagram Начали переводить с моего аккаунта Деньги Точнее, наоборот, требовать деньги у подписчиков Это просто худшее, наверное, что может случиться Благо мы восстановили аккаунт Но в этот момент, когда у меня слетел вот Instagram Я понимала, что фактически Ну, есть вероятность, что у меня и никогда его больше не будет Я поняла, что у меня намного уже легче и проще отношение к этому То есть я не думаю, что жизнь закончена из-за этого Да, я блогер Да, было бы очень обидно потерять свою страничку С суперактивностью, с сотнями тысяч людей Которые на меня подписаны, любят меня, смотрят и так далее Но это не конец света Важнее навыки, которыми я обладаю благодаря блогу Вот это что классное сознание, что мне пришло А это означает что? Что я, если захочу И в другой соцсети И там под другим именем Не знаю, не важно как Как заново смогу построить свою базу То есть я не разрушусь от того, что у меня там отнимут Конечно, не хотелось бы, чтобы мне отнимали аккаунт Я долго думала, вставлять ли вообще пункт про рекламодателей Сейчас вообще все по-другому Сейчас намного быстрее Блогеры, бренды встречаются на ранних самых этапах И это прикольно, это классно Но у меня было так, что спустя два года ведения YouTube-канала Ко мне пришел в магазин китайской одежды Подавил три кофточки И запросил целое эксклюзивное видео Или мне там подарили стикер-пак Наклейки какие-то Просто наклейки И я была так счастлива Но это было важно Знаете, вот в моей истории тоже В истории, наверное, любого блогера Очень важно вот эти вот первые шаги Первые подписчики Первое внимание Первые рекламодатели Первое сотрудничество Это безумно важно Потому что этого всего не было И пока что надо просто пробовать Важно осознавать для себя Что для меня было энергозатратно И оно как бы несоизмеримо с той платой, которую я получаю Потому что я до сих пор вижу Как многие блогеры-миллионники За бартер За бартер Там отмечают людей Они просто не понимают ценность своих отметок Я раньше тоже так делала Но с более маленьким каналом Как-то все равно я быстро догнала Поняла, что моя отметка стоит очень многого И не надо это обесценивать О чем я говорю Иногда можно посмотреть, как блогер-миллионник Вместо того, чтобы пойти на услугу по оформлению бровей Которая стоит, например, 5000 рублей У нас она стоит намного меньше в Екатеринбурге Например, Москва 5000 рублей Вместо того, чтобы просто за свои денежки кровные Пойти на эту процедуру Он соглашается на бартер Экономит эти 5000 рублей Но при этом он лишний раз Дает аудитории рекламу Хотя на самом деле По количеству его охватов У этого блогера, например, в сторис Он может вообще брать за одну отметку Сотни тысяч рублей И, возможно, он даже берет Когда к нему приходит, например, какой-нибудь бренд И говорит Мы хотим у вас заказать именно интеграцию И он такой Да, вот такая у меня стоимость Но, блин, ходит все равно по бартеру на брови В чем минус здесь? Не в том, что как бы вот салону лишний раз Давайте не будем делать отметки Зачем лишний раз аудитории Куча там разных реклам У вас в сторис У вас в профиле Когда это может быть очень редкая Точечная реклама Но она будет окупать вам все И то есть вы спокойно будете зарабатывать За счет нормальной рекламы А не за счет этих кучек собак Ну, собак я имею в виду, это отметка У меня это мышление тоже очень долго сидело Наверное, потому что я из маленького города Потому что сама поднималась и так далее Бренд тебе присылает косметику И ты такой Боже мой, спасибо, как это ценно Здесь ценность в том, что вы такой классный Что вам решили отправить эти экземпляры Потому что бренд понимает Ему это выгодно Если вы где-то его отметите Где-то о нем расскажете Для него это лишний пиар Для него это лишняя реклама И стоит она ему ничего То есть это вот этот подарок За который вы себя потом чувствуете Обязанными везде его там отметить Везде о нем сказать Я вообще напрочь ушла от этого Если мне какой-то бренд пишет Мы хотим отправить вам подарок Поддержите нас, пожалуйста Я говорю Если вы хотите мне отправить подарок Вы можете мне отправить подарок Но я не обещаю никакой поддержки Если вы хотите рекламу Вот мой ценник Это фундаментально поменяло все Мои заработки Мое отношение вообще к себе Мое вот это, знаете, постоянное ощущение Что я кого-то должна там поддержать Тут отметить Снять какую-то распаковку Поймите меня здесь правильно Если вам это все нравится Доставляет удовольствие И это все на ранних этапах И у вас этого пока немного Это одно дело Но когда к вам уже приходят другие бренды Уже там рекламные предложения Вы можете потратить свой ресурс На съемку интеграции нормальной Получить средства Потому что на бартер вы хлеб не купите Вот вам прислали 5 помад А ребенку там обучение Вы не оплатите на это Не поедете в путешествие на эти деньги Это будет просто 5 помад И иногда Вот это мышление Человека У которого этого всего не было с детства Он думает Да, мне надо 5 помад Вот мне не надо сейчас 5 помад Мне даже когда кто-то хочет отправить Я такая Что вы хотите отправить? А что там конкретно будет? Смотрю такая Да нет, мне это не надо Если надо будет Я сама пойду и куплю У меня вот в этом пункте Очень сильно поменялось Мнение О ценности и важности Моих размещений И о ценности и важности Внимания Моих зрителей Это очень важно Потому что эти же зрители Которые будут либо смотреть Кучу-кучу отметок Здесь она сходила в кафе Бесплатно кофе попила Отметила Здесь она сходила Там на массаж Здесь тоже бесплатно отметила Человек распыляется Зритель Для него уже эти отметки Становятся чем-то таким На что он вообще не реагирует И когда придет реальная Рекламная интеграция Рекламный заказ От людей, которые готовы платить Ты опять вставляешь эту отметку А люди уже не реагируют Им уже эта реклама вот здесь И это же потом хуже Для ваших же взаимоотношений С рекламодателем Вы потом ему скидываете статистику И он видит такой Боже мой А почему Ноль реакции Почему никто не перешел Небольшая вставочка От меня из будущего Монтирующий это видео Я поняла, что эта вставка необходима Потому что многие могут Мне неправильно понять В том пункте Про бартер Про соизмеримость размещений И вашей оплаты Вашего ресурса Которого вы вкладываете Суть не в том, что нужно Отказываться от бартера Что я сейчас не соглашаюсь Ни на какой бартер Я сейчас действительно соглашаюсь На очень небольшое количество Бартера Когда я понимаю, что Он соизмерим Моим ресурсом И тратом На это размещение То есть я понимаю, что У меня есть Такая-то цена За видео За размещение И если мне предлагают Бартер Который По стоимости Примерно такой же Да Или Очень ценно мне Эта компания Этот бренд Я его там люблю Сама И бесплатно О нем готова говорить А это вообще другой вопрос Я готова согласиться Готова согласиться даже на бартер То есть все очень индивидуально Я больше хотела Именно обратить внимание На то, чтобы Человек Не распылялся На кучу Мелких предложений От этого Происходит как раз таки Выгорание Непонимание ценности Своих размещений А не то, что мы такие блогеры Нам только нужно платить И так далее Нет, конечно На очень многие предложения Я соглашаюсь Прям пишу своему менеджеру Скостительные знаки Что я обожаю этот бренд С ними точно хочу сотрудничать Даже если Они не готовы По моей цене И в целом Я готова там Сделать скидку Просто потому, что Я их очень сильно люблю Вот, мне кажется Очень было важно Вставить этот кусочек видео Но вы продолжайте Смотреть остальные пункты Следующий мой совет Это Пробовать Разные инструменты Не отрицать Например, раньше у нас Не было рилсов Раньше у нас Не было сторис Раньше у нас Не было шортсов На ютуб Каждый раз Когда вот Менялась платформа Были люди Которые Боже Да нет Да это какой-то ужас Я не буду это использовать Но правда в том Что алгоритмы Любой площадки Построены так Чтобы нововведения Свои Максимально продвигать Вот у них появились Сторис И они Намного больше Их продвигали Увеличены были охваты И те, кто Отрицал Сторис до последнего Просто-напросто Там не продвигались То же самое С короткими видео Которые очень долго Отрицали многие Да нет Мы сейчас уходим В какой-то тикток Это быстрый контент Но правда в том Что рилсы Шортсы Хорошо растут И хорошо привлекают Поддерживаются Самой площадкой Я была в числе тех Кто отрицал шортсы Точнее я их просто Не замечала Знаете это типа Было такое В смысле на моем Родном ютубе Где большие Только видео Всегда были Где все очень Такое серьезно У меня к ютубу Отношение знаете Что это прям Какой-то очень Серьезный дядень Если бы соцсеть Была человеком Очень такой Мудрый Грамотный У него С аналитикой Все хорошо И вот появляются Какие-то Тиктокерские Шортсы Раздел быстрых Видео Я во-первых Их и не смотрела И не загружала Свои видео туда При этом в тот момент Уже я активно Публиковала рилс И мне это нравилось Я видела Что они хорошо Заходят И хорошо у них Охваты И в какой-то момент Меня Денис буквально Заставил Он говорит Да блин Просто дублируй Свои рилсы Заливай их в шорт Тебе это ничего Не стоит Я такая Ну ладно Так вот сейчас Девочки я могу сказать Что мой рост Аудитории За последний год Как я вам сказала В начале видео Практически на 300 тысяч человек Только благодаря шортс Ну не только Но в большей степени точно Шортс невероятно Привлекают новых зрителей Намного Быстрее Но не равно качественнее Быстрее Чем длинные видео После длинного видео Да подпишется на вас Меньшее количество людей Но скорее всего Это будет Очень осознанная подписка То есть человек Тебя посмотрел Он тебя прочувствовал И если он подписался После длинного видео Меньше вероятность Что он отпишется Нежели если он подписался После короткого видео Шортса В общем совет заключается в том Чтобы просто пробовать на себе Не отрицать И не бояться Каким-то стандартам Не соответствовать Как будто Знаете Это игра То есть вот Отнеситесь как к игре Сработало хорошо Но мой совет Как человека Который очень любит Все анализировать Потом все-таки Делайте выводы То есть заходите В свою статистику Она благо В инстаграм Потихонечку Все лучше и лучше становится Но у ютуба Вообще аналитика Просто супер Там очень интересно Просто даже Позависать Посмотреть В общем делайте выводы Анализируйте А мы с вами подходим К десятому Юбилейному пункту Хотя если честно Мне кажется Столько я наговорила Что там советов на 20 хватит И мой десятый пункт Десятый совет Будет о том Чтобы вы Наслаждались путем Да очень важно Ставить цели Я сама человек План И это прикольно Но на своем пути Я поняла На своем опыте Я поняла Что не менее важно Если не более важно Замечать сам путь Сам процесс Не идеальный С шероховатостями Где у вас разное настроение Где у вас На вас не подписываются Где вас хейтят тоже У меня был бы реально прожит Какой-то мини-экзитуциональный Кризис Когда я поставила цель Миллион подписчиков И достигнув миллиона Я не поняла Не осознала Того счастья И той радости Которая я уверена Была уверена Что она будет И я поняла Что да блин Я была намного более счастлива Когда у меня было 26 человек Клянусь Я помню свои первые 26 человек Мы идем с подругой со школы Я проверяю свой ютуб Это одиннадцатый класс И я вижу там не 25 А 26 И я такая Прикинь Ровно сколько у нас в классе Это было что-то невероятно счастливое Это было невероятно счастливое сознание Я поняла Что столько человек Сколько у меня в классе сидит Подписаны только на меня Вы прикиньте 26 человек И когда у меня стукнул миллион Я была не так счастлива Как в тот день Когда у меня было 26 человек Почему? Потому что в какой-то момент Цифра для меня Как будто стала значить больше Чем то, что она вообще дает Коммуникацию с людьми Ценность вообще того, что я делаю Зачем я это делаю? Почему я это делаю? То есть важно иногда Вот так вот на расстоянии Отдалять себя от своего дела И задавать себе вопросы Куда я иду? Зачем? Каких целей преследую? И вот честно отвечая Не за раз, конечно Потихоньку будут ответы на эти вопросы приходить Но просто задавать эти вопросы хотя бы Чтобы однажды не остаться вот так вот Один-один наедине с этой цифрой Не важно какой цифрой Может быть у вас будет это тысяча человек И вы поймете А нафига мне это все надо было? Надо просто искать больше Более глубокие смыслы в этом процессе Мини-советик в этом пункте Он относится к нему Заведите себе блокнотик успехов Мне никто об этом не говорил Честно, я не знаю, почему я это сделала Но я создала свой блокнотик успеха Успехов Как только создала канал Я туда писала количество подписчиков Которое прибавляется каждый день Это было иногда очень забавно Видеть, что типа за неделю ноль За месяц ноль Я писала туда свои первые сотрудничества И у меня сохранились эти блокноты Это невероятно ценно И мы со временем начинаем все обесценивать А этот блокнот все помнит И вы сможете полистать его И сказать себе Какой я молодец Какой классный Какой у меня результат Сейчас со мной готов сотрудничать Абсолютно любой бренд Но когда-то я писала лично Этим же брендам Пожалуйста Давайте по мартеру Я рада буду о вас рассказать Снять отдельное видео Выпуск видео Сколько это видео? Хоть 10 штук? И сейчас Я что-то у себя могу обесценить И сказать Ну вот здесь можно было лучше И вот этого внутреннего критика Почаще надо вот так вот Ну что, дорогие мои Я так надеюсь Что это видео было вам полезно Мне кажется, здесь Советы даже не только блогерам А как будто просто Даже немножечко Мы задели принципы жизни Моей Подход К каким-то вопросам Обязательно дайте мне обратную связь в комментариях Я читаю все Ставлю свои вот эти фирменные сердечки Конечно же, на комментарии И буду безумно благодарна Если вы будете отмечать Меня в сторис Как вы смотрите это видео Писать свои инсайты Я буду вас репостить Обязательно к себе И напоминаю Что в телеграме Я оставила пост Об инструментах Да, моих То есть Это такая техническая составляющая Чтобы здесь не разглагольствовать Переходите в мой телеграм Еще за этим Я вас невероятно люблю Ценю И благодарю за доверие Пока Продолжение следует...